Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это программа «Анализируй и то, и это». И, как всегда, мы поднимаем различные темы в разрезе концепции психоанализа. Наш постоянный собеседник, кандидат медицинских наук, психотерапевт, психоаналитик Ринат Фаридович Галиев. Добрый вечер, Ринат Фаридович. Здравствуйте, Максим. Рад вас видеть. Вот в ноябре этого года произошла, можно сказать, такая знаковая дата для России. Отметили 100 лет Октябрьской революции. И, собственно, хотелось бы, наверное, взглянуть на это событие тоже в разрезе психоанализа, концепции психоанализа. И поговорить о том, насколько, как же менялся менталитет России, людей, живущих в России, в Советском Союзе. Ну вот, буквально от 1917 года и до нынешнего времени. А что меня интересует, вот, что же предшествовало-то, в общем-то, этому знаковому событию для нашей страны? Что происходило в умах людей? Насколько они были готовы к этому событию? Я имею в виду 1917 год. Да, я вас понял. Да, сегодня мы в эти дни отмечали, нужно сказать, отмечали, но с точки зрения отметки, мы говорим о дате, столетии, действительно, знаменательного события в нашей стране, столетии Великой Социалистической революции, как ее принято называть, Великой Октябрьской Социалистической революции. Вот интересно, что сдвиг на две недели в календаре для астрологов, я думаю, имеет значение, потому что вот этот вот григорианский отчет, собственно говоря, прибавление две недели тоже имело значение. Ну, это я так к слову, для того, чтобы понять, что даты действительно иногда играют какую-то роль в нашей судьбе. Вот, если говорить о 1917 году, действительно, в это время в России происходили очень интересные события, в котором, конечно, предшествовало множество других изменений, жизнеопределения. Ну, я не политик, мы эту передачу не будем посвящать политической оценке. Я сейчас говорю только о какой-то некой психоаналитической оценке, то, что можно оценить, потому что политика — дело других профессионалов, я не профессионал в этом деле. Но что касаемо психоаналитической оценки, конечно, если учесть то, то, что и революция идет в два этапа, уже разно-демократическая, и пролетарская революция, как ее принято называть, то, что марксисты, то, что материалисты называли «низы не хотят», «верхи не желают» и так далее, «верхи не могут жить по-старому». Это два таких события, которые характеризуют фактически два столкновения. То есть есть «верх», есть «низ», каждый из них находится на грани какого-то изменения, поэтому революция была в два этапа, уже разно-демократическая, за которой пришло некое другое осознание, и поэтому сознание, безусловно, менялось и в пятом году, и накануне февральской революции, и накануне октябрьской революции. Если говорить об этих событиях, то ментальность, безусловно, менялась. Так а что было все-таки первично? То есть событие изменило ментальность, или измененная ментальность до событий повлияла на то, что эти события произошли? Вот здесь вот есть как раз, если подумать над этим, то здесь могут существовать также два различных абсолютных мнения. С точки зрения материалистов, быть ее определяющее сознание, как вы знаете, одно из формул материалистических представлений о так называемых экономических формациях, которые существуют. И таким образом, если говорить о бытие определяющем сознании, тогда, скорее всего, бытие, то есть инстинкты определили и сменили сознание. Вот если говорить об общественно-экономической формации, как принято называть, собственно говоря, те или иные, ну, будем говорить, изменения устоев или власти, или социальных изменений, вот поэтому в данном случае мы можем говорить и о сознании, меняющем, так сказать, отношение к инстинкту, то есть к базовым потребностям, и базовые потребности, изменяющие сознание. Мне кажется, что в момент революции, безусловно, наверное, все-таки преобладает больше инстинктивная часть, то есть теневая часть, которая постепенно переходит в бессознательное, то есть диктуемое бессознательное. Можно даже сказать, что первоначально малоосознаваемые переживания, малоосознаваемые тревоги, недовольства тем или иным состоянием, социальным статусом, экономической ситуации, материальной, ну и прежде всего, конечно, психологической, духовной жизни, постепенно из этого бессознательного вырастает некий, так сказать, бунт, скажем, этого бессознательного, который постепенно стремится попасть в сознание, и вот когда оно достигает, виновая эту формулу достаточно известную, бессознательное, предсознательное и сознательное, о котором мы говорили на первых наших встречах, который разработал Фрейд, и это называлось первичной модель личности Фрейда. И вот таким образом, вот этот переход из глубоко бессознательных переживаний, инстинктивных переживаний, из, собственно говоря, определяющих бытом человека, постепенно перешло в сознание и начало его менять. Конечно, накануне революции основные инстинкты, безусловно, принадлежат вот этим инстинктивным силам, которые постепенно, так сказать, меняют строй. И видно это было и в самой революции, потому что та стихийная, собственно, сила, которая поменяла имевшие силу, то есть вот это вот, собственно, недовольство большинства населения, находившихся тогда в России, которые смели как бы своими усилиями тот самый строй. В дальнейшем, после, так сказать, прогремевшей революции, понадобилась смена сознания. Безусловно, стихия затем должна подчиняться каким-то определенным сознательным переживаниям. Ну хорошо, а есть какие-то предпосылки для того, чтобы вот эти инстинкты, так скажем, активировались, достигли какого-то пика, то есть вот что-то же ведь, наверное, происходило? Психология масса, анализ человеческого яя, работа Фрейда очень интересная, которая как раз говорит, мы о ней как-то уже говорили. Дело в том, что Фрейд гениально усмотрел и пронаблюдал, и описал, ну согласно Либону, одному из, будем говорить, Геннерих Либон, который в психологии масс, который занимался непосредственно психологией масс, говорил о некоторых, собственно говоря, правилах, которые возникают в этот момент. Но самым главным из этого правила, которое, собственно говоря, в дальнейшем отметил и Фрейд в своей работе, это, безусловно, конфликт между бессознательным и сознательным. Когда в бессознательном скапливается большое количество энергии неразрешимой, которая требует, собственно, перемен. И в этот момент те люди, которые могут управлять этими массами, ну, безусловно, мы все прекрасно знаем, Владимир Ленин и Троцкий, и, безусловно, те люди, которые своими, будем говорить, идеями и мыслями возглавили эту массу, очень хорошо понимали, что происходит внутри бессознательного этой массы. И в этом их преимущество, в этом и гениальность их руководства. И надо сказать, что и Лев Троцкий в свое время, так сказать, по истории известно, что он увлекался работами Фрейда и привлекал к своим теоретическим представлениям вот эту вот, собственно говоря, теорию Фрейда о психологии масс, которую Средзалибоном ее в дальнейшем, так сказать, разрабатывал и внедрял в то общественное сознание того времени. И вот увлечение революционных идей, которые в этот момент очень сблизились с психоаналитическими идеями, где-то, скажем, с 18-го и даже с 20-го года по 27-й год, и дальше немножко, так сказать, идеи Фрейда, идеи психоанализа были восприняты, собственно, будем говорить, новыми, новой властью, советской властью в то время. И почему? Потому что там была ясная картина, как управлять психологией масс, что делать, как, собственно говоря, управлять этими стихийными, собственно, силами, которые существуют. И те люди, которые брали на себя ответственность за то, что делает в это время масс, в это время и есть преимущество, собственно говоря, этих руководителей. Они умело успокаивали массы в том, что они делают. То есть в этот момент возглавляя и, как бы, руководя сознанием, таким образом можно заставить массы делать все, что ты хочешь. Ну вот, например. Ну, например, если, предположим, возьмите самые обычные формулы, которые применялись тогда. Фабрика рабочим, земля крестьян. Это же очень простые вещи, да? Это хлеб, это насущные вещи. В бессознательном такие, собственно, формулировки очень хорошо доходили до бессознательного. То, что было осознано, но не воспринято как главным. Да, вот эти вот гениальные формулировки, которые лежали в основе вот этого управления, они позволяли этой массе отвечать, собственно говоря, на свои истинные, ну, собственно говоря, будем говорить, инстинктивные потребности. И вот это вот слияние, умение управлять психологией массы через простые формулировки, когда бессознательное подчиняется сознательному, в этот момент устанавливается некий консенсус. И масса, собственно говоря, идет дальше, и она может воплощать все основные потребности. Ну, на тот момент, когда нужен какой-то переход из одной общественной экономической формации в другую. И я уже, так сказать, сейчас говорю несколько марксистскими терминами, на общественной экономической формации, достаточно понятная вещь. Посмотрите еще формулы, да, чем определяется общественная экономическая формация, или строй, говоря по простым языком, порядком собственности на средства производства. Очень простая формула, которую выводил в свое время Маркс. То есть форма собственности на средства производства, то есть кому принадлежат, собственно говоря, средства производства. Неважно, это фабрики или это плуг колхозных, кому принадлежит тот и главный. Понимаете, какая мощная, собственно говоря, формулировка, которая в этой ситуации очень полезна, она очень срабатывает. Поэтому в этой ситуации, когда массе объясняют, что нужно взять средства производства, овладеть фабриками, залодами и так далее, когда вот такие руководители умеют прямо поставить, то это очень сильно сочетается с инцентивными потребностями этой массы и тем, что им предоставляется. В это время, собственно говоря, руководители гениально понимают, что здесь нет противоречия, они берут на себя ответственность за все, что, собственно говоря, выполняет эта масса. Но в дальнейшем при развитии, собственно говоря, вот этих идей, когда инстинктивные потребности начинают так или иначе удовлетворяться, за всем за этим следует следующий этап – установление сознательных представлений, для управления это уже бессознательно, то есть возникает идеология. В этот момент возникновения идеологии очень важно понять, какая идеология будет, собственно говоря, какая концепция будет руководить всей этой массой. И мы это видели как раз на смене вот этих, собственно, тяжелых лет и, собственно говоря, самих революций, военного коммунизма и так далее. В дальнейшем произошла необходимость возникновения или создания идеологии. Вот идеология, она уже не всегда может сочетаться с бессознательными. Идеологию нужно правильно построить. Она не всегда сочетается с идеями психоанализа, потому что психоанализы в этом смысле все-таки больше исследуют бессознательное. Чем больше, так сказать, из бессознательного выходит в сознательное, тем идеология становится менее, так сказать, привлекательной, потому что она меньше всего отвечает бессознательному. Идеологизированное представление о бессознательном, оно сталкивается с дальнейшими проблемами. Мы видим, когда идеология, как бы психоанализ стал мешать этой идеологии, психоанализ практически постепенно не был запрещен, он просто, так сказать, потерял свое значение. Ну вот, давайте попробуем проанализировать все-таки, что происходило с людьми, может быть, с внутренним их миром. Насколько я слышал, читал, что в первые годы после революции был достаточно такой подъем у людей, то есть первые пятилетки и так далее, то есть реально хотели что-то построить, какое-то новое общество, новый мир. Но что произошло потом? Потому что одно это дело, как говорили, бессознательные потребности, а что происходит в последствии? Насколько оно меняется, насколько эти ожидания бессознательного были, в общем-то, оправданы? Безусловно, это привело к как-то некому разделению общественного сознания. Общественное сознание в это время поделилось на сугубо материальный, который отвечал глубоким инстинктам, но ведь есть еще и духовные потребности, и в этом плане столкновение общества всегда внесет в себе некие конфликты, которые создают социальные конфликты. Духовная часть, безусловно, должна быть также удовлетворяться. Потребность в духовной жизни для человека, безусловно, является его, в том числе, потребностью бессознательного в дальнейшем. Поэтому в этом плане стереотипное представление об обществе, которое реализует только нижние инстинктивные потребности или, так сказать, свои теневые потребности, безусловно, в дальнейшем должно сменяться неким духовным возрождением. Часть людей, которая шла за этим духовным возрождением и могла найти это удовлетворение, безусловно, хорошо воспринимала и это ложилось на благодатную почту. Другая же часть, которая оставалась в этом смысле, отвечала потребностям сугубо материальным, когда эти потребности уже напоминали больше биологические потребности. Таким образом, вот это расслойение на духовное и на сугубо биологическое, отвечающее бессознательно-глубинным потребностям, разделило общество пополам, может быть, на три, на четыре части и так далее. Но вы знаете, что переходы от одной общественной экономической формации, как правильно принято называть, собственно говоря, переход одного строя в другой, фактеризовались не прыжками, которые, собственно, подразумевали, они не подразумевали переход прыжками. И в этот момент, так сказать, переход одной общественной экономической формации в другую должен был происходить постепенной смены от частных собственность на средства производства к общественной собственности, формы собственности на средства производства. То есть должны были быть некие переходные моменты. И вот в тот момент, когда, собственно, общественное собственность на средства производства возобладала, то в человеке вот эти частные инстинктивные его потребности стали также себя чувствовать неудовлетворенными, и это создало еще дополнительный конфликт. Поэтому в любом переходе должны быть переходные моменты. То есть почему и была отношка к капитализм, социализм, а затем только коммунизм. То есть вот эти переходные модели должны были быть достаточно более плавными. И в нашей стране, конечно, она, собственно говоря, в чем-то наша страна перепрыгнула эти общественно-экономические формации, минуя какие-то этапы. В результате чего терялись люди, в результате чего возникали какие-то конфликты социальные, были потери, были, так сказать, недостатки. И вся страна наша, собственно говоря, в этом плане, в чем-то мы были очень прогрессивны, а в чем-то, так сказать, были конфликты, которые в дальнейшем вылились в дальнейшие движения. Ну, собственно говоря, за различные другие представления о том, как должен быть, как должен формироваться в советской стране и общественное создание, и духовная жизнь, и так далее. Но я хотел бы перейти от этой темы в дальнейшее, так сказать, развитие. Мы все были, собственно говоря, кто в большей степени в советское время видели вот эти переходные моменты. Мы видели, как одна, собственно говоря, общественно-экономическая формация меняется, другой. Мы пережили тяжелые годы, Великой Отечественной войны, пост-военное пространство, в которых также было, да, что-то такое, где и инстинктивные потребности человек должны были учитываться, и сознательно-духовные, но в это время духовность поднялась за счет, так сказать, победы над фашизмом, нацизмом. Это очень такое хорошее, так сказать, вливание, можно сказать, в сознательную жизнь человека. Но, тем не менее, мы не избежали вот этих перегибов, не избежали, собственно говоря, вот этих катаклизмов, которые в дальнейшем привели к краху, собственно, будем говорить, социалистического строя, потому что о коммунистическом строе в нашей стране говорить очень, это с большой натяжкой. Таким образом, социализм, как таковой, построенный в рамках вот этих вот неоформленных представлений, концепций, которые до какого-то времени очень хорошо работали, материалистические концепции, в дальнейшем потеряли свое развитие, потому что в таких сложных условиях, когда мы говорим о мегаполисных, будем говорить, странах, невозможно одной концепцией измерить все существующее население, невозможно измерить всю сознательную жизнь, поэтому в одной, в крупных странах должно существовать поле такое представление, множественное представление о сознании человека. И постепенно, продвигаясь по нашей истории, нашей страны, мы видим, что в дальнейшем, собственно говоря, вот это противоречие между бессознательным и сознательным, то нарастало и возникновались столкновения, то иногда, так сказать, это получало некий такой баланс, если, собственно, руководители в нашей стране понимали на то время, что нужно делать, как нужно совместить идеологию с базовыми потребностями. То есть мы говорим о том, что нельзя применить одну и ту же идеологию к слишком большой стране, потому что там есть разные, так скажем, группы, разные национальности, да, и у которых совершенно разный менталитет, и поэтому это может входить, так скажем, в конфликт бессознательным. Абсолютно. И посмотрите, в нашей стране, наша страна полиэкономная, поликультуральная, и это такой своеобразный Вавилон, где сосредоточено множество представлений, мировоззрений. Только лишь в рамках каких-то маленьких стран мы можем иметь и то множественные представления. А что говорить о России, которая по менталитету и по религиозным представлениям, и по культуральным представлениям, это большая страна, в которой есть множество столкновений, которые заложены в самом, в составе, можно сказать, страны заложены некие конфликты. Более того, я вам хочу сказать, что и материалисты, когда закладывали представление о революции, они говорили в манифесте Коммунистической партии, сказанное, я очень хорошо, так сказать, неплохо знал, истматый диамат, там сказано было, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма по Европе. И в отдельно взятой стране построить, собственно говоря, коммунистическое сознание было бы тяжело, поэтому наша страна в этом смысле, взяв эксперимент, благодаря нашим революционерам, взяв в нашей стране экспериментально нашу страну, в чем-то, так или иначе, ну, создали такой эксперимент над общественным сознанием. Я сейчас говорю как психоаналитик, а не как политик, и я к политике не имею отношения, поэтому мне интересно было бы вот взглянуть, как имеется общественное сознание. Что мы имеем в дальнейшем? В дальнейшем наша страна, вот смотрите, сейчас прошло 100 лет. Если соотнести вот те года, которые, там, начиная с 90-х, послужили такой, опять же, какая-то своеобразная революция все равно произошла, революция сознания, тем не менее, была. Общественная экономическая формация сменилась у нас. Мы сейчас имеем некий какой-то другой строй, другие представления. Слава Богу, была возможность и полиэкономических каких-то представлений об обществе. Живет и частная собственность на средства производства, и частная собственность как таковая. Есть общественная собственность. И вот это разнообразие позволило, наверное, выжить в нашей стране и не столкнуть новое общественное сознание с какими-то интересами. И в это время я могу сказать, что новшеством, и в том числе и для нашей страны, не только нашей страны, является, безусловно, новая реальность, новое сознание, виртуальная реальность. Посмотрите, как меняются средства информации в момент, когда появляется интернет, когда ведь это действительно мощное средство воздействия на общественное сознание. И, собственно говоря, одно дело газеты, одно дело, собственно говоря, телевидение как таковое в таком небольшом исполнении, ну или там при множестве каналов, тем не менее. Но представьте себе, что интернет сейчас, его глобальное воздействие на сознание начинает менять и создавать новое поколение. Возникли новые языки, возникло новое сознание, возникло новое представление о жизни, благодаря тому, что в нашем сознании появилась еще и виртуальная реальность, которая очень сильно виняет субъективное представление в объективном мире. Вот это соотношение между субъективным и объективным в их столкновении, в этом и есть большой конфликт, который создает условия для нового восприятия объективной реальности. И мы сейчас через, я могу сказать точно, если бы мы сейчас смогли бы те идеи 17-го года, 100-летний данный, напрямую применить к нынешнему поколению, было бы, я думаю, большие проблемы были бы. И даже психоаналитические теории, которые созданы, ну практически скоро, наверное, более 100 лет, так сказать, и даже больше, 120-130 лет назад, высказанные идеи психоанализа, также требуют трансформации. Мы не можем теми идеями, которые существовали в канун, в окончании 19-го, начала 20-го века применять сейчас, они не могут применяться в том виде, в каком они есть. Это касается любой идеологии, либеральной, будем говорить, коммунистической, любой. Вот эти вот новые веяния должны учитывать то, что происходит в общественном сознании нынешнего населения, что происходит сейчас в общественном сознании. Многие вещи, которые с успеха можно было признать патологическими, ну я имею в виду с точки зрения тех оценок, да, консервативных оценок. Сейчас становится абсолютно нормально, общественное сознание впитывает в себя множество других идей. Появилось новое поколение, которое совершенно иначе смотрит на эту жизнь. Оно по-другому смотрит на существующее положение, оно по-другому оценивает реальность, по-другому оценивает свои субъективные представления, по-другому видит отношения между мужчиной и женщиной, по-другому, так сказать, строится иначе совсем, иногда инаковое, как бы я бы сказал, помышление в возгляде на отношения между мужчиной и женщиной, на семью, на детей и так далее. Посмотрите, сколько сейчас возникло нового движения Child Free, когда дети, собственно говоря, исключаются. Когда мужчина и женщина, я уже об этом говорил и раньше, встречается не для того, чтобы продолжать рот, а для того, чтобы просто быть вместе. Другие совершенно мотивации, в том числе для сексуальных отношений. Сейчас психоаналитически, если говорить сексуальное, собственно, оценка сексуальных отношений, психоанализе очень важна. Поэтому мы живем в другую эпоху. Через эти сто лет, те революционные идеи, которые существовали сто лет, сейчас повториться в том виде не могут. Сейчас нужно учитывать, и в том числе, не говоря о политике власти, просто те, кто, собственно говоря, может быть, определяет идеологию или сознание в нашей стране, должен учитывать те изменения, благодаря тому, что мы действительно вошли в другую эпоху. Эта революция происходит без глобальных потрясений. Ну, потрясения есть, но это не те потрясения, которые, собственно говоря, приводят к жертвам или каким-то тотальным изменениям в сознании человека происходят революционные изменения. На смену старому поколению с консервативным мышлением приходит совершенно другое поколение. Новые люди, и я не боюсь этого слова, новые во всех смыслах этого слова, с новым мышлением, и с новым, прежде всего, общественным сознанием. Хорошо. Хорошо. Вот если брать какое-то коллективное, бессознательное, глубокое... Теперь я попробую пересылать немножко. Да, да, пожалуйста. Я сейчас свое в голове изображу. Вот если, например, есть какой-то глубокий базис, да, коллективного, бессознательного, потом на него идет какое-то наслоение дальше. Потом, вот, предположим, еще одно наслоение, потом наступает реальность. Какая-то вот эта вот наша реальность. Он ближе к сознанию. Да. Он ближе к сознанию. Допустим, вот то, что произошло за последние сто лет, и то, что у нас, вот опять же, новые взгляды на жизнь, то, что раньше, вот здесь, вот, например, было неприемлемо, вот на этом уровне стало приемлемо. Да. Хорошо, допустим, вот этот конфликт мы исключили, мы решили эту проблему вот, вот это вот, но не возникнет ли такой ситуации, при которой у нас вот эта глубинная часть не войдет в каком-то случае в конфликт с сознанием и с той реальностью? Что же мы будем делать в этом случае? И нет ли какого-то глубинного, так скажем, противоречия? И не является ли это, если оно все вот именно так происходит, да, не является ли это вот миной замедленного действия, которое в какой-то момент-то может и выстрелить? Вот. Вы уже, так сказать, собственно говоря, изобразили тот конфликт, который уже существует между реальностью как таковой и коллективным бессознательным, традиционным коллективным бессознательным, который, собственно говоря, передается не только при воспитании, который заложен в генетике человека, безусловно, есть конфликт, и он уже существует. Если говорить об идеологии, которая, собственно говоря, в этот момент работает, избран, я не боюсь этого слова, избран некий механизм, который это противоречие решает по-своему. Как ни странно, начинает менять не вот это вот, а меняет вот это вот. Здесь можно подменить вот эти коллективные устои какими-то другими представлениями. — Но это же получается опять какой-то новый пласт, мы на это накручиваем, и то, что было, куда же мы это денем-то? — А представьте себе, что если здесь, вот в этом, участвует еще в том числе и виртуальная реальность, которая способна поменять коллективное бессознательное. — То есть мы вот еще вот на это некий кожух такой вот накладываем? — Конечно, да. Более того, я могу проще изобразить. Делается вот некая стена между вот этой реальностью и вот этим коллективным бессознательным. А это постепенно меняется, и человеку как бы, как бы, условно, создается новое коллективное бессознательное, оно может сформироваться, сами понимаете. Пожалуйста, все не будем перетислять, в каких странах мы уже это имеем. Очень просто, как оказалось. На самом деле, казалось, это очень сложно поменять традиционные представления о коллективном бессознательном. Но на самом деле, если в этом участвует виртуальная реальность и какие-то способы воздействия на вот это коллективное бессознательное, это сделать можно. И тогда мы за этот конфликт... — Как надолго? — Надолго, на тот момент, когда нужно это сделать. Ну, предположим, если возвратимся опять сто лет назад, религиозные идеи существовали, я сказал, в тот момент, когда инстинктивное стало главным, да? Вот я призывы не просто так говорил. Это же тоже изменение некого коллективного бессознательного, когда говорят человеку, так сказать, главное в том, что ты овладел фабрикой или там землей и так далее. Здесь тоже некоторые... Это же глубинные архетипические переживания. Хлеб, земля, да, понимаете? Как умело это все правильно было сделано. Ну, правильно с точки зрения пропаганды. Теперь здесь то же самое. Это изменение уже произошло. И мы, так сказать, тут как бы виртуальная реальность является лишь механизмом. А цель понятна. Нужно отключить традиционные ценности, и тогда этот конфликт будет избежать, как бы избежиться, по той простой причине, что это известные вещи. Сюда вкладываются очень простые вещи, да? Я о том говорю, что есть что-то известное, да? То есть вот то, что вот, да, и мы делаем некую там подмену понятия, какую-то некую оболочку этого самого. Но в глубине-то вот это все осталось за оболочкой. Осталось. Оно потом в каких-то ситуациях-то может ведь проявиться. Конечно, конечно. И вот потом-то получается у нас может возникнуть опять конфликт с тем, что мы накрутили наверх этого. Дело в том, что не все так однообразны. У кого-то это... Есть еще другая вещь. У кого-то это очень устойчиво. Попробуйте поменять очень жесткий культуральный, культурального человека, культурально воспитанного человека. Вот попробуйте здесь что-нибудь поменять. Очень сложно, да? Хотя вы знаете примеры некоторых уже новых, когда удается подменять, это даже с помощью, извините, псевдорелигиозных идей, да, в этой ситуации. Но есть очень люди, которые очень жестко воспитаны, и у них это только туда проникнуть невозможно. У кого-то, те еще кто-то на пути. А кто-то уже изменен, там много ничего. Поэтому мы имеем дело опять же с множественным представлением, и это уже идет. И вот этот вот самый конфликт, о котором вы говорите, он безусловно существует в тот момент, когда вот это вот, будем говорить, устойчивое коллективное безсознание традиционной ценности сохраняются, и они сейчас, вот сейчас идет конфликт между устойчиво-традиционными ценностями и вот этим изменением. Но если постепенно, к сожалению, психика это допускает, или точнее сознание, если не слово психика, что постепенно, меняя вот это количественное соотношение, мы можем вот это сделать очень малым. И тогда будет противоречие. То есть, грубо говоря, вот этого должно быть очень много. Вот в общественном сознании должна быть вот эта связь, о которой мы с вами говорим, с новыми, я в кавычках беру, ценностями, которые позволят количественно сделать вот это минимальным, что как раз сейчас и происходит. Вот данные. И поэтому, когда-нибудь, возможно, это противоречие будет и здесь. Но пока, пока, опять же, мы приходим к тому, что сознание в этой ситуации, способное понимать эти процессы, которые происходят внутри человека и управлять ими, делает это так, как полезны им, на то время, пока решаются основные задачи. В том числе, смены общественно-экономического сознания, это формации, то, что называется смены строя, смены классических отношений, там будем говорить, классовых отношений, если правильно говорить. Поэтому мы живем вот в это время. Это очень важный момент. Вот если мы это не будем понимать, почему сейчас важны те же самые идеи психоанализа. Психоанализ вот это все отслеживает. Я вас уверяю, что на базе своей, даже работы я это вижу. Вот этот конфликт, он существует. И таким образом в кабинете психоаналитика мы видим разные, так сказать, уровни взаимодействия этого сознательно-бессознательно. Мы опять же видим, скажем так, клиентов, не хочу называть их пациентами, но тем не менее, людей, которые действительно страдают от того, что традиционные ценности, которые были для них пожизненно, так сказать, важными, в настоящий момент ходят противоречия с тем количеством ценностей или с теми ценностями, которые существуют сейчас в современном обществе. Вот это столкновение между глубинными, будем говорить, переживаниями коллективного бессознательного, которое, собственно, заставляет возвращаться в те общественно-экономические формации или в тот строй, когда это принималось, этот конфликт существует, человек начинает страдать. Это выявляются новые виды, можно сказать, даже и неврозов. Вот на примере конфликтов родителей и детей или учащихся учителей, например, вот можно как-то проиллюстрировать? Можно и на это самое, но я хотел бы даже между мужчиной и женщиной продемонстрировать. Безусловно, представьте себе, если в начале, так сказать, о мужчине и женщине, как об Адаме и Еве, если говорить. Представьте себе, что есть, собственно, общественное сознание, в котором женщина и мужчина имеют свою какую-то некую роль. То есть есть традиционные представления о мужском и женском. И если общество меняет эти полуролевые отношения, сменяются, собственно говоря, роли, задачи, которые стоят перед мужчиной и женщиной, этот конфликт неминуем. Могут встретиться мужчина и женщина, который в этой ситуации один имеет традиционные взгляды на женское и, так сказать, и, предположим, женщина, которая несколько по-другому видит ее роль в новой семейной ситуации или, собственно говоря, в новом общественном сознании. Это столкновение неминуемо. Я уже не говорю о вечном конфликте отцов и детей, который еще и Туркеневым описан, и так далее. Представьте себе, ведь Базаров это очень серьезный, собственно говоря, будем говорить, персонаж этого романа. Он был возмущен, он занимался естественными науками, он эти противоречия видел из биологического, он был доктор, который это все видел. Но это некое такое, собственно говоря, по-настоящему конфликт отцов и детей. Дальше, если мы проследим в истории даже нашей страны или где-либо других представлений, этот конфликт не достигал того глобального разделения. Почему? Потому что сохранялась связь с традиционными ценностями. Так или иначе, молодые люди вновь возвращались к традиционным ценностям. То есть, в этом не было заложено конфликта. Возьмите теперь нынешнюю ситуацию, когда традиционные ценности абсолютно страдают, поэтому революционные ситуации заложены уже в исходном воспитании родителей и детей. Отношения к традиционным ценностям родителей и ребенка разные. И это поддерживается социумом, и это поддерживается собственно говоря определенным воспитанием, отношением, но и в том числе теми средствами информации, которые воздействуют на это сознание. Они формируют другую сторону. Поэтому разделение неминуемо в этом плане между учителями и детьми. А разве учителя не имеют сейчас проблемы в школах, когда они действительно во многом сейчас перестают понимать нынешнее поколение. Если, как говорится, они не в тренде, если это не какой-нибудь учитель, который пытается догнать или не задумывается над тем, что происходит, конфликт безусловно существует. Он начался, ну я думаю, что не менее чем 20 лет назад, может быть даже более, но он нарастает сейчас. Сейчас уже учителя вынуждены как бы с этим соглашаться. Я уже чувствую, что есть некое принятие, но большая часть наверное учителей не знает, что с этим делать. Потому что вот такое представление о том, как быть с ними дальше, что делать и какое общество будет, вот здесь в данном случае есть большие противоречия. Учителя пытаются сохранить консервативную часть, я просто какую-то часть учителей, а дети тем не менее стремительно двигаются совершенно в другое представление об общественном сознании. То есть реальность учителей и их субъективных представлений, в том числе и детей, их реальность, их субъективных представлений разное. И тогда традиционные ценности в этот момент совершенно разнятся. И это большой конфликт. можно уже как-то понять, куда же мы вообще идем? Что будет? Я могу сказать, еще раз говорю, с точки зрения психоаналитика, психотерапевта, мы куда-то идем. Мы куда-то идем, и вот это наше, мы безусловно куда-то идем. Действительно изменяется общественное сознание. Но психоаналитики в этом смысле, ну я себя могу сказать, за всех говорить не буду, я думаю, что мы это клинически видим. Мы пытаемся следовать за этим новым сознанием. Мы пытаемся менять подходы, представления о соотношении бессознательного и сознательного в настоящий момент. С каким соотношением, с какими конфликтами приходят сейчас собственно говоря в кабинет. Посмотрите нервная анорексия, да, вот сегодня я видел передачу по телевидению. Колоссальные изменения девочки просто так сказать возрастает большим. Даже телеснированной анорексией, что чего раньше не было, да, это тоже веление времени. Откуда вот это заложенное представление этих форм о том, что я, так сказать, не такой, как есть, да, это содержится в этой разности. Это один из видов собственно говоря, ну, таких психических изменений или психической патологии, который сформирован вот этой разностью представлений. Это в этом тоже содержится. Мать с дочерью или мать с сыном в этот момент не имеет тесного контакта. Там есть большие конфликты, в том числе и вот эти традиционные ценности, потому что у детей свои ценности, собственно говоря, у матери свои ценности. Вот эта разность в этих ценностях создает в том числе вот такое расширение той патологии, которая была не так распространена. Сейчас это стало повальным. Другие виды, посмотрите на татуировки, которые есть сплошь и рядом. На одном из семинаров иностранные специалисты задавали вопросы, они говорили, мы не знаем, как что я могу объяснить. Татуировки на теле, это один из видов общественного нового сознания. Ребенок выпьет, он хочет привлечения внимания. Если раньше большая часть татуировки служила для того, чтобы оградить себя от страхов, то есть человек как бы себя разрисовал, ну условно поднимал перья, для того, чтобы кого-то напугать, при этом в основе его был страх. То сейчас это агрессия, осознанная агрессия, с помощью которой человек символизирует о себе. Это не другая ли сторона страха? Другая сторона страха, но она стала более агрессивной, она более активной. Если там это было в отдельных местах и в отдельных взятиях, ну согласитесь, сейчас татуировки где раньше применяется? Безусловно, в местах не столь отдаленных, но они имели другое значение. Сейчас это сплошь и рядом, и посмотрите, как люди расписаны, это тоже своеобразный язык, это тоже новое, на всякий случай будем говорить представление о человеческом теле, о сознании, это тоже изменяемая реальность, ну и так далее, и так далее. Мы имеем множество, я еще раз о щепленной ментальности, о вот этом таком узком представлении об отдельных моментах, когда то, что называется возникновение клипового мышления и так далее, мы действительно идем в какую-то новую эпоху, до конца пока непонятно, что это будет, потому что одно я знаю, как бы ни менялось наше общество, сохранять баланс между реальностью и субъективной реальностью, может помочь представление психоанализа, который следует за этим изменением. Психоанализ есть методология, понимание этих соотношений, вот это главное, психоанализ руководствуется теми методологиями и теми техниками, которые способны понять, но если психоанализ не стоит, он не стоит на месте, современный психоанализ меняет представление мужчин, о мужчине, о женщине, о родителях и детях, и это сказать, вообще, собственно говоря, вот это главное преимущество психоанализа, это развивающая динамическая наука, которая позволит понять, что происходит, назвать это каким-то одним диагнозом, это было бы неправильно, потому что никакая концепция ранее присущая человечества в настоящий момент не работает. Сейчас, значит, на первое место выйдут какие-то новые концепции или то, что принято назвать новой парадигмой мышления, новой парадигмой сознания. Мы идем в это, это и есть, я вот так вот обобщенно ответил на ваш вопрос. Да, все очень сложно и неоднозначно, а вот если говорить о каких-то базовых, основательных, может быть, бессознательных, они насколько вообще могут быть сильны, насколько они могут все-таки вот так скажем поклюнуться-то, являются ли они все-таки основополагающими, которые могут все-таки эту всю пирамиду накоренить на определенный угол. Сто лет назад так и произошло. Угол этот и накоренился за счет того, что бессознательно было перенасыщено этими конфликтами, которые в дальнейшем через предсознательное вошли в это сознание. Я сейчас психоаналитическим языком говорю, не политическим языком. То же самое может произойти и сейчас, если мы потеряем, ну, как говорят, снимем руку с пульса и не будем понимать, как соотносится это бессознательное. Карл Густав Юнг в работе трансцендентальной функции об этом уже говорил. Он говорил о том, что до определенного момента наше бессознательное насыщается, собственно говоря, вот этим противоречием. Они как замкнутая энергия существуют, как мина замедленного действия и ждут своего прорыва в сознании. Если их не компенсировать, эти прорывы, то прорыв будет очень сильный. поэтому нужно понимать, что происходит с бессознательным и в современном мире хорошо понимать, что происходит. Сейчас, еще раз я говорю, мы видим нарастание этих противоречий. Мы видим, что бессознательное наше, отвлекаясь от традиционно коллективных бессознательных переживаний, формирует какое-то новое представление о бессознательном. Как оно рванет, никто не знает. Мы можем только предполагать, что такие противоречия возможны. Если сознание перестанет представлять о том, что происходит бессознательным, это рванет, но рванет по-всякому. Собственно, иногда и рвет. Во социальном поведении противодействие, пожалуйста, новые браки, новые стили, однополые браки. Это тоже прорыв, понимаете, бессознательное. Это что-то такое, что мы сейчас видим в этом обществе. Мы пытаемся это понять. Вот эти все традиционные ценности, которые рушатся, это тоже момент накопления бессознательных противоречий, которые ворвались в нашу социальную действительность, в нашу реальность. Мы начали в начале программы говорить именно о России, о людях, которые населяют. Вот, опять же, в 90-91 годах была тенденция размежевания, распада. Вот почему это произошло? Это произошло, опять же, из конфликтов внутренних разных сообществ, так скажем, разных людей, разных национальностей. А если анализировать тот опыт, как избежать подобного в недалеком будущем? Ну, еще раз хочу сказать. Потому что у нас же много республик, много народностей. Конечно, есть те, кто говорят, что, ну вот, Россия, почему там в Татарстане я должен, например, учить татарский язык, да? Ну, я думаю, что это тоже не совсем правильно. Надо учитывать все-таки региональные особенности в каком-то отдельно взятом месте. Так вот, что можно сделать для того, чтобы избежать такого размежевания, которое произошло у нас с Советским Союзом? Я скажу банально. Обращаться к психоаналитикам за помощью, но это покажется некой рекламой. Я не думаю, что в Татарстане это как бы имеет место быть, но там сильно, представьте себе другие республики, где действительно человек ментально находится в совершенно другом сознании. И я к этому хочу сказать, что, безусловно, нужно регулировать все эти процессы. Есть процессы религиозных размешиваний, культуральных, и в том числе языковых, национальных. Безусловно, за этими процессами нужно наблюдать. Надо понимать, как новая реальность отражается в национальном сознании того или иного человека. С учетом его прибеженности к традиционным. Поэтому в обществе нужно создавать формы реализации этого. Диаспора это одно из... Хорошо, но вот, например, есть такой конфликт в двух сознаниях. Одни говорят, что в Татарстане сейчас больше делают акцент на изучение национального языка и чтобы была возрождена национальная культура. В других регионах говорят, а почему те, кто приезжает в Татарстан, должны учить татарский язык, зачем это им нужно. И мы живем, в конце концов, в России, в российском государстве. Почему я должен следовать каким-то местным законам и так далее. Например, есть конфликт, готовый конфликт. Если он перейдет в какие-то рамки, будет неслабо, так скажем. Например, каков может быть вариант разрешения такого конфликта? Еще раз я говорю, должны быть учтены все интересы и должно быть размежевание общества, о котором мы говорили, в 90-х годах ведь отпустили все эти, к чему это привело, полная свобода, как говорили некоторые люди, берите, суверените, сколько хотите и так далее. Но это тоже некая другая крайность, потому что она в этот момент не учитывала то, что в том или ином регионе могли быть другие национальности. Безусловный баланс, баланс между всеми этими. Еще раз я говорю, мне это видится в качестве возьмите большие империи, возьмите английскую империю, там же тоже существуют разные, но есть места, грубо говоря, отправления этих культуральных особенностей, поэтому любой власть придержащей, или если мы говорим в общественном сознании, нужно иметь места, где это будет реализовываться. Без этого переходного момента нельзя всех уравнивать. Должны быть и те, и другие. Вот эта полиморфность представления и одновременно баланс, в этом и есть сложность. Создать не перегибы одного, не тоталитарные представления. То есть не должно быть никакого все-таки уравнивов? Да, абсолютно верно. То есть все должно быть и достаточно динамически меняться. Каждому из особенностей этих соотношений должно быть предоставлено место, где эти соотношения могут быть уравнены. Да, вот вы говорите, ну, я знаю, там, некоторые республиканские особенности, там, действительно, люди, те, кто приехали с традиционными, они имеют возможность собираться, они имеют возможность между собой общаться, там, сохранять традиционную культуру, слушать музыку, танцевать, там, и так далее. Это важно для них, и этому должно быть место, понимаете, место, возможно, по-другому никак. Вот в этом Вавилоне не так, как в библейских должны разговаривать друг друга не понимая язык, должны друг друга понимать и в этот момент сосуществовать мирно, то, что, собственно говоря, в какой-то момент было достигнуто в нашей стране, но в силу определенных обстоятельств вот этих перегибов, когда некоторые силы были, как бы говорят, отпущены, да, в этот момент, опять же, регуляция, собственно, отсутствовала, не все понимали, что означает вот это вот глубинное, бессознательное должно пониматься, оно не должно распускаться, оно должно пониматься, осознание вот этих бессознательных проблем и постоянный баланс между реальностью, сознанием, управлением и, собственно, отправлением или, так сказать, удовлетворением этих потребностей и интересов. Это очень важный момент. На этом основано, собственно говоря, общественное сознание и его регуляция. Ну вот, мы подошли, наверное, к резюме, что здоровый баланс и психоанализ спасет Россию. В том числе и здоровая семья. Да, я думаю, что на этом мы поставим точку в нашей сегодняшней программе. Для меня она была вообще очень интересная. Говорили мы о тех изменениях сознания, которые происходили с людьми в России, в Советском Союзе за последние сто лет с революции 17-го года и прямо вот до дня сегодняшнего. Ну и попытались даже почувствовать, что куда мы идем. Хотя пока, наверное, не совсем понятно. Но изменения грядут и они будут. И это уже очевидно. Это была программа «Анализируй то и это». И в гостях, да даже не в гостях, наш постоянный собеседник этой программы, кандидат медицинских наук, психотерапевт, психоаналитик Ринат Фалидович Галиев был у нас сегодня. И, надеюсь, еще будет. Спасибо вам за то, что сегодня были с нами. Программа вела Максим Горсков. До новых встреч. Всего до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин